Сегодня на столе комикс Жуй книга первая от издательства Image Comics, созданная Джоном Лейманом и Робом Гиллори. Локализованный вариант на русском языке появился благодаря немало известному издательству Excel Media, которое также предоставило экземпляр комикса для сегодняшнего обзора. Что же из себя представляет данное издание? Это твердый переплет, увеличенный формат, то есть больше, чем оригинальное издание. Также стало очень приятно, что в локализованном издании сохранили тканевую закладку для страниц, как в оригинале. Первый том включает в себя с первой по десятой выпуски оригинальной серии, а именно 264 страницы. Это две сюжетных арки, а именно вкус жизни, попавшие в список бестселлеров New York Times, и ее продолжение «Вкус без границ». Также комикс получил премию Айснеров в номинации «Лучшая новая серия» комиксом в 2010 году. В конце книги вы найдете сценарную заявку Джона Леймона, первую страницу комикса, нарисованную Робом Гиллори, а также скетчи, обложки и рекламные иллюстрации. Действие комикса происходит в альтернативной реальности, где курица и все, что с ней связано, официально запрещена из-за эпидемии птичьего гриппа, которая убила 23 миллиона американцев. Что в итоге привело к тому, что курица стала нелегальной и продается только на черном рынке, а ее приобретение карается законом. Главный герой Тони Джуи работает в управлении по контролю контрабанды продуктов, наркотиков и курицы, и помогает раскрывать преступления с помощью своей необычной способности. Он цыбопат, способность, которая позволяет ему знать то, что чувствовал съеденный объект. Если Тони съест любой фрукт или овощ, он может узнать, где он был выращен, какие удобрения использовались и какого года урожай. Если он съест говядину, ну в принципе догадаться я думаю не сложно, что он чувствует после этого. Какое применение мог найти добрый полицейский таким способностям? Да все очень просто, он начал есть трупы преступников, чтобы узнать кого они убили. Тони не один такой на белом свете. На протяжении всего комикса вы встретите уйму персонажей с различными способностями, так или иначе связанными с едой. Например, девушку, которая может так хорошо описать продукт, что вы почувствуете его вкус. Немого повара, который способен общаться с людьми через еду, которую он готовит. Каждый из сюжетов комикса способен начинаться одной историей и заканчиваться совершенно другой. Каждый раз вас ждут неожиданные повороты в сюжете и уйма персонажей, которые запоминаются с первого взгляда на них. Несомненный вклад в комикс вносит и рисунок, который выполнен, можно сказать, в манере шаржа. Невероятно карикатурные персонажи, лица которых отображают множество самых разных эмоций. Жуй – это замечательный образец черного юмора, смешанного с детективом. Работа, проделанная издательством XMedia, колоссальна. В комиксе мало того, что очень качественно переведены и сделаны все звуки, так еще и все надписи на зданиях, на бумагах, вывески, объявления, даже татуировки – все на русском языке. Локализация потрясающая. Комикс настоятельно рекомендую к прочтению. Вы не успеете прочитать первую арку, как вам захочется прочитать все номера серии «Жуй». Но не спешите скачивать их в электронном варианте. Издательство XMedia будет продолжать выпускать локализованные сборники «Жуй». А чтобы не пропустить их выход или анонс новых комиксов, заходите в их официальную группу ВКонтакте. Ссылку вы найдете в описании к видео. Также не забывайте подписываться на мой канал на Ютубе и группу ВКонтакте и заходить в группу официальной коллекции комиксов Марвел от Ашет. Все ссылки под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!